И к новостям молодежного форума «Машук-2016». Его участникам скучать не приходится. Там высадился настоящий десант из знаменитостей. О том, кто на этот раз приехал в гости, расскажет Леонид Нечапуренко. «Машук-2016» вновь принимает высоких гостей. По аллее форума движется целый звездный десант. Спортсмен, танцор, актриса, юморист. Случайные встречные прохожие даже не могли решить, с кем же в первую очередь стоит делать селфи. Встретиться с участниками «Машука» приехали абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, исполнитель царлей в кино и сериалах Валерия Шкирандо, звезда современной хореографии Евгений Пупуанишвили и продюсер, член общественной палаты, а когда-то капитан чемпионской команды КВН Руденсон Гаджи Тарбаев. Уж он-то досконально разбирается в дружбе народов. Даже вот эти вот собрания, форумы вот такие молодежные, это очень важный и нужный инструмент. Вы здесь собираетесь, вы активны, вам не все равно, вы знакомитесь, вы узнаете что-то новое. И, как мне кажется, вы тоже занимаетесь общественной деятельностью, так же, как и я. В этом плане мы с вами ничем не отличаемся. На встрече со звездами нет отбоя от желающих задать вопросы. Кто-то поинтересовался, как побороть страх, например, перед защитой проекта. В ответ звучит реплика от кикбоксера-профессионала Бату Хасикова. По его мнению, страх не всегда мешает, его можно обернуть себе на пользу. Бывает, что страх тебя сковывает, и ты ничего не можешь сделать, ты неэффективен. А бывает, наоборот, страх тебя подстегивает, делает тебя еще более опасным или более профессиональным. Но чтобы именно так происходило, для этого нужно много трудиться. Нужно ежедневно, ну то есть, постоянно совершенствоваться в своем деле. Нужно, то есть, если ты провел, проделал большую работу, то, соответственно, этот страх, он делает тебя более опасным. Но прекрасная актриса Валерия Шкирандо, один из участников форума, даже посвятил стихи. Рифма выдержана не строго, зато искренне и от души. Тебе, я говорю, ты сможешь все, и выстоишь, и будешь ты актрисой. Кого запомню я на долгие-долгие года. Тебе желаю счастья от души, и без конца склоняюсь пред тобой. О, нежная сестра! Валерия не может сдержать чувства и сжимает в объятиях самодеятельного автора. Вот что значит сила поэтического слова. Эмоции, между тем, кипят и на соседней площадке. Там с участниками форума встречается Евгений Папунаишвили. Он рассказал, как вновь рад оказаться на форуме, как любит и уважает кавказские танцы, и даже поделился задумкой устроить в очередном сезоне шоу-танцы со звездами хореографическую провокацию с кавказским колоритом. Я уже и так талисманщик этого проекта. Я думаю, что в каком-то сезоне, мы сейчас смеялись, может быть, даже если мне разрешат, я решу заканчивать когда танцевать. Я вот выпил, и вместо какого-то баева танца, все-таки мне очень хочется кавказский танец танцевать. А дальше все смогли лично увидеть, как это примерно будет. Отдельный пас знаменитый танцор демонстрирует прямо во время встречи. Ребята на Мушуке уже привыкли, что расслабиться и потанцевать можно во время вечернего концерта. Но в этот раз была возможность еще и посмеяться. Специальными гостями программы стали юмористы из Дагестана, победители проекта Камеди Батл, дуэт под названием «Да». У дагестанца спросили, если тебе отдадут всю планету, что ты сделаешь? Знаете, что он ответил? «Продам и за границу уеду». Ну это дурацкая. Своеобразный кавказский юмор этих артистов уже покорил отечественный юмористический Олимп. А уж на родине, на Северном Кавказе, дагестанских комиков встречали особенно тепло. Смех и аплодисменты были очень громкими.